библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий георгиевич добыкин мы с вами на библейском портале экзегет мы продолжаем с вами читать книгу иудивь сегодня 13 глава вспомним что было в предыдущих главах царь навыходоносор отправляет своего начальника алаферна войною против израиля алаферн осаждает город витилую в этом городе заканчиваются припасы горожане собираются сдаться и вот на сына выходит женщина которую зовут иудив и она обещает спасти город для этого она отправляется в стан калаферну военачальник алаферна представляет себя как бегущая из этого города потому что иудеи начинают отступать от истинного бога и она живет несколько дней в шатре рядом с шатром алаферна выходит ночью для того чтобы помолиться и на четвертый день алаферн устраивает пир на этот пир приглашается иудивь иудивь есть и пьет только свое понятно что там немного а алаферна смотрит на иудивь с огромным вожделением и пьет 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 как сказано в предыдущей главе он пьет так как не пил никогда со дня своего дня рождения ну и давайте читать что происходит в тринадцатой главе в тринадцатой главе происходят самые там главные события самые интересные события которые повлияли на многие картины на истории и если вспоминается история иудиви и алаферна то эта история как раз вложена в тринадцатой главе читаем небольшими отрывками и потом разбираем когда поздно стало рабы его поспешили удалиться в огонь опустив предстоящий пред лицом его отпустив предстоящих пред лицом его господина затворил шатер снаружи и они пошли к постелинствам так как все были утомлены продолжительностью пира шатре остался 1 10 алаферном упавшим на ложество потому что был переполнен вину святоотеческая экзегеза вот эту историю алаферна которая пился всегда вспоминают как предупреждение о том что нельзя нельзя пьянствовать все расходятся в шатре остается только двое люди филе у служанки своей стать вне спальни и и ждать у выхода как было каждый день сказав что она выйдет на молитву то же самое сказал она и вагой значит иудив как говорится в предыдущей главе каждую ночь выходила за стан там совершал омовение и молилась какое-то время то возвращалась обратно встал ну и иудив перед тем как разошлись все предупреждает что она это сделает и сейчас когда же все от не ушли и никого спальни осталось немало небольшой люди вставку постели алаферна сказал сердце своем господи божий всякой силы призрив часе и надела руки моих возвышение иерусалима ибо теперь время защитить наследие исполнить мое намерение поразить врагов оставших на нас ну иудив замыслила погубить алаферна есть достаточно все понятно но обратите внимание для чего и она это делает не для своей славы не для своей для своего величия или еще чего то подобного она просит чтобы бог ей помог для спасения иерусалима и ее народа то есть она готова было даже погибнуть но только бы спасти свой народ потом подойдя к столбику постели стоящая в головах лаферна сняла с него нечего и приблизившись к постели схватила волосы головы высказала господи боже израиль укрепи меня в этот день и за всей силы дважды ударил по шее лаферна сняла с него голову и сбросив с постели тила взялась столбов в занавес спустя немного она вышла дала служанки свои голову аферна а это а это положила в мешок со сними припасами они обе вместе вышли по обычному на молитву пройдя 100 нам вошли кругом ущелья поднялись на гору ведь силу и пошли к воротам и ну давайте здесь остановимся что здесь интересно ну понятно что иудив непрофессиональный воин и с одного удара отсечь голову даже профессионалу сложно поэтому она бьет дважды по по шее но у нас голову смогла все-таки отрубить значит вот еще что так интересно что она сбрасывает тело с постели зачем можно было оставить возможно чтобы это тело как дальше будет сказано последующих главах упала возле входа в шатер и когда нашли бы это тело все испугались что ну царь просто был убит и опозорен прошу прощения не царь а конечно же военачальник вот что здесь интересно чем убивает иуде филаферна его же мечом вот этот образ когда врага народа божьего убивают его же мечом он еще встречается священным писанием эта история с давидом давид пастушок убивает профессионального воина и отсекает ему голову чем отсекает его же мечом комментарии святых отцов вот меч голиафа который отсекает голову голиафа это прообраз или аллегория креста то есть крест как бы оружие дьявола но этом этим оружием дьявола сам дьявол и побежден хорошо значит никто не останавливает люди потому что все привыкли за эти три дня что она выходит из уходит из стана и вот она действительно выходит из стана и отправляется в витилу и витилу этот город который осаждает аферна читаем дальше иудив издали кричал осторожившим при воротах отворите творите ворота с нами бог бог наш чтобы даровать еще силу израилю и победу над врагами как даровал он и сегодня как только услышали городский мужик голос ее поспешили прийти городским воротам и созвали старейшин города избежали все от мала до большого так как их приход ее был для них сверх ожидания творив ворота приняли зажигший для священнику окружили здесь тоже достаточно все понятно ну может быть только обратить внимание что иудив говорит что и сейчас победа есть но победа будет и в будущем скорее всего она конечно говорит о той победе которая будет над войско малоферна она сказала им громким голосом хвалите господа хвалите хвалите господа ибо он не удалил милости своей от дома израиля и вновь эту ночь сокрушил врагов наших моей рукой и вынув голову из мешка показала ее и сказала им вот голова аферна вождя сирийского ассирийского войска и вот занавес его за которым он лежал от опьянения и господь поразил рукой женщины жив господь сохранивший меня в пути которая шла ибо лицо моя прелестила аферна на погибли его но он сделал но не сделал самой скверной и пастыльного греха значит вот эта фраза хвалите господа естественно встречается в псалмах и для иудеев ну или вообще людей которые читали священное писание естественно вплетать свою речь слова из священного писания фраза в 16 стихе жив господь она встречается неоднократно в священном писании но и как а как господь разве может быть мертв или что здесь можно понять следующими следующим способом во первых есть живой бог раз есть мертвый бог живой бог это истинный бог это яхве а мертвый бог это идол но это во-первых во вторых господь жив то есть он действует то есть господь действует сейчас и он как раз рукою иудеев совершил вот это чудо читаем дальше весь народ чрезвычайно изумился пали поклонились богу и да ну что сказали благословен ты боже наш уничижившие сегодня врагов народа твой аозия сказал ей благословен эту дочь всевышним богом более все жен на земле и благословен господь бог создавший небеса и земли и поставивший тебя на поражение головами начальника наших врагов ибо надежда твоя не отступит от сердца людей помнящие силу божию до века да умеет тебе это бог вечную славу наградить тебя бог богами за то что ты жизнь твоя не пощадила при уничижении рода нашего но выставил вперед когда мы падали ты право ходишь и пред богом нашим ведь народ сказал да будет да будет последняя фраза да будет да будет это конечно они они народ подтверждает что-то действительно людей сделала то о чем говорит узи священник благословение которое ну достаточно понятно вот и так иудеев совершила то что она замыслила причем как она сама говорит с ней не было никакого постыдного скверного греха то есть аллафер не посягнул на ее женскую честь и эта победа что будет дальше в последующих главах а мы же 13 главу дочитали меня зовут дмитрий герч табыкин мы были с вами на библейском портале exeget спасибо за внимание до новых встреч